Ксения Козлова – студентка гуманитарных наук ДВФУ. Она стала одним из героев сюжета французской программы «Репортеры», посвященной волонтерам Кубка FIFA. Когда я была волонтером Международного студенческого фестиваля в ГИК, мы уезжали на три недели. Сейчас на месяц, это долго. Французским корреспондентам Ксения рассказала о своем опыте работы. Она была в качестве волонтера на многих мероприятиях, среди которых и Восточный экономический форум. Для нее волонтерство – неотъемлемая часть жизни. Волонтеры – это те, кто живут не для себя, а для других. В эфире канала «Франция-24» рассказали и о Департаменте по делам молодежи Приморского края. Кстати, заявки на отбор волонтеров, включавшие тест на знание английского, тестирование по определению способностей и деловых качеств, а также интервью по скайп, подали больше сотни тысяч человек из 180 стран. От Приморья поехали 14. Вам выпала честь быть волонтерами 21-го чемпионата мира по футболу. Это очень здорово. Я уверена, вы покажете с хорошей стороны Приморский край. Вы понимаете, что представляет наш регион. Большая ответственность. Из 11 городов, принимающих игры чемпионата, приморским добровольцам выпал Екатеринбург. Приморцы будут помогать в работе со зрителями, в обеспечении функции встречи проводы, а также работе в штабе волонтеров. Ребята поделились с иностранными журналистами тем, что для них значит работа в качестве волонтера. Для меня это возможность проверить мои способности в качестве волонтера, возможность познакомиться с новыми людьми. Более 35 тысяч добровольцев будут работать во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Эти волонтеры будут принимать гостей, помогать в качестве переводчиков, работать с вип-персонами, координировать логистику и допинг-тесты. Они будут повсюду – на стадионах, в туристических местах, на вокзалах и в аэропортах. Волонтеры помогут обеспечить бесперебойную работу чемпионата мира. Для всех них это возможность завести новых друзей и вместе испытать уникальное приключение. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.